всем привет мои хорошие с вами кэмили и сегодня я снимаю для вас очередной мукпанг я сняла сегодня утром сладкий мукпанг но мне настолько не понравился что я решила его удалить не знаю может быть выложу но как-то мне он не очень я выгляжу как-то не особо да и до есть до конца и не смогла поэтому это под большим вопросом а сегодня у нас две шаурмы маминого производства такие вот очень вкусные последнее время готовит мне шаурму либо мамочка либо я сама уже не покупаю здесь перчиком острым потихоньку я подсаживаюсь на все острое мне недавно была такая ситуация я получается шаурму каждый раз брала в одном и том же месте а там есть система бонусов юмико и получается я иду хотя это не близко к моему дому просто потому что там 7 процентов кэшбэк меня такие вещи очень сильно подкупают и мне говорят что сегодня у нас аппарат не работает и ваши бонусы мы не можем посадить не только для мукпангов просто так я тоже могу купить шаурму и съесть просто с удовольствием вы знаете я спорить не стала да и тупо было если бы ты пошла покупать шаурму тебе бы сказали что бонусная система сегодня у нас не работает ты разворачиваешься идешь покупать шаурму в другом месте мне кажется это максимально глупо поэтому я так поступать не стала я купила без бонусов потом проходит где-то наверное месяц я подумала что в тот день не работала бонусная система ничего страшного в этот раз будет работать пойду-ка я возьму именно там и опять они мне говорят что вот буквально вчера у нас вот эта система сломалась послезавтра придет человек и починит я как лохушка верю прихожу еще через месяц и опять у них не работает мне уже показалось это странно я решила написать на инстаграм вот этой вот как раз таки доставки так можно сказать у них еще и кафешки есть просто сейчас не работают на что они мне ответили что у нас на протяжении всего этого времени бонусная система юмико работала я такая думаю а почему так поступили тогда со мной потом начали выяснять это все дело сказали что со мной свяжется когда выяснят причину того что произошло оказывается выяснилось что каждый раз кассиры просто договаривались между собой и каждого клиента чек они пробивали через свое приложение то есть просто напросто бонусы садились к кассирам вы представьте сколько людей приходит там что-то покупать какой там поток из 7 процентов я была в шоке но просто исходя из моих слов мне вернули эти бонусы хотя у меня не чека на руках по идее никакого доказательства не было что я действительно ранее покупала у вас есть шурму сейчас я захожу в супермаркеты любой соус который тебе нравится есть зачем переплачивать и покупать хотя даже дело не в переплате иногда шаурма стоит настолько дешево что ты прям в шоке от того что положили в эту шаурму у нас рядом с базаром есть одно место и там шаурма стоит один монат что делать 41 рубль 41 рубль если просто сложить сколько стоит лаваш сколько стоит мясо огурчики помидорчики ты понимаешь как она может стоить 41 рубль просто так что как то так раньше когда мы шели учились в универе нам просто по кайфу было ходить в какие-то дорогущие рестораны одну просто колу покупать не знаю за пять монат за 250 рублей просто бокал колы представляете сейчас наши взгляды на жизнь в корни поменялись нам пофиг видно ли с этого ресторана море главное чтобы было вкусно сытно и недорого раньше настолько гнались вот за этими фотографиями в инстаграме что мы такие типа сидим в дорогущем ресторане с бокалами такие сейчас настолько наплевать стало на все это абсолютно и дело тут даже не в карантине мы как-то повозрослели как будто такое ощущение что раньше мы ходили в эти заведения не чтобы отдохнуть а чтобы просто показать своим одногруппникам что вот мы такие крутые мы ходим в разные рестораны посмотрите что мы заказали все фотографировали еду вот так вот что вот подружки сейчас глупо это сейчас когда парень спрашивает куда мы пойдем я говорю давай где подешевле хорошо кормят много вот и быстро потому что я очень голодная еще чуть-чуть я съем тебя выбирай малыш и просто сама себе задумываюсь о том что насколько время нас меняет вы представьте я могу купить например в магазине колу такого же размера 12 штук нет не 12 10 штук а здесь я покупаю просто бокал так на сравнение потому что в россии я заметила что в ресторанах как-то все дороже у нас намного дешевле давно правда была полтора года назад мне кажется дороже мне кажется дороже я помню я приехала к брату и просила его отвезти меня в лучший ресторан Саратова и он просто остановил машину около Макдональдса и сказал вылезай мы приехали я такая в смысле приехали где ресторан и так давайте немножко пройдемся по вопросам айка расскажи пожалуйста кто у вас на данный момент сейчас дома главный и в вашей семье будет равноправие или ты будешь полностью подчиняться мужу как оно будет что будет я не знаю но полностью подчиняться мужу я не собираюсь я думаю что у нас будет равноправие а вот на данный момент у нас дома бабушка она самая старшая поэтому она самая главная но на самом деле бабушка во многое не лезет старается пропускать мимо ушей то есть она сама по себе не конфликтный человек бывает бабушки у которых в пожилом возрасте например едет крыша у меня у дяди сверху была соседка и было что-то в районе 75 и она утром приносила например какую-то кастрюлю и дарила дядя говорил зачем мне ваша кастрюля не надо ставьте себе но она настаивала на том что я хочу подарить тебе эту кастрюлю а потом через день приходила и говорила вы у меня своровали кастрюлю то же самое было например с половником с чем-то еще а потом через 2-3 дня она приходила и говорила а действительно я же вам сама дала то есть у человека уехала крыша немного и у нее по-моему не было ни детей ни родственников и она однажды упала в погреб и после этого у нее немножко как будто было помутнение рассудка к чему я это все у меня бабушка не такая хоть ей скоро 90 она прекрасно осознает то что она делает видит слышит тьфу 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 не сглазит сама себе застилает постель любит что-то делать когда мы едем в деревню ей хочется там сырники повытаскивать в общем заняться чем-то полезным и мне кажется это из того что она в молодости жила в деревне чистый воздух нет никакой химии мне на минутку показалось что камера отключена в общем чистый воздух полезная пища сама постоянно всю жизнь в движении даже воду таскала ведрами представляете я недавно была в этой деревне и прошло лет 30 но там ничего не поменялось до сих пор такие же сложные условия жизни и так смотришь прям реально печально просто думаешь насколько хорошо мы живем ребят мы реально иногда недооцениваем насколько мы хорошо живем в общем ребята на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца с вами была эмили всем пока смотри что в общем